Я пришел в нашу школу в марте 1974 года. Меня привел Николай Николаевич Константинов. До этого я несколько месяцев работал в 179 школе. А до этого три года по распределению в техникуме, преподавал математику в торгово-экономическом техникуме. Мы ходили на кружок со своими приятелями. И я помню, как большая черная птица в своем пиджаке туда залетал. Рафаэл Калманович в занятии, которому говорил что-то умное, смотрел за происходящим, улетал обратно. Это был первый раз, когда он произвел такое впечатление. Был виден, что это человек необычный со всех точек зрения, и проводящий, и умный. Музыка 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 Скажем так, все-таки, после того, как я отучился, я уделил какое-то время, я прочитал его биографию, несколько, может быть, чуть больше начал пытаться понимать те мотивы, которые движут им, почему он делает так, а не иначе. Он стал больше, конечно, гораздо говорить с нами на темы, которые не связаны с математикой и прочим. Хотя, впрочем, все равно, более закрытого человека, чем Рафаэл Калманович, я в жизни не встречал. Мама — агроном. Мама училась на последнем курсе университета Вильнюса, тогда Вильна, кажется. Нет, уже Вильнюс назывался, да. Когда началась война, то есть она не закончила. Потом после войны доучивалась в сельскохозяйственной академии белорусской в Горках. А отец — врач. Он окончил университет Градс в Австрии. И приехал в 1938 году, обратно, возвратился. Семья разорилась, наверное, на его обучении. И работал там до войны в больнице. Тогда это была Польша. Буквально год. Потом в 1939 году это уже стал Советский Союз. И он работал до 1941 года. Поскольку он был начальником, он был, как это называлось, райздравотдел. Это самый главный врач в районе. Оставаться ему никак нельзя было. И, конечно, он пытался убежать оттуда. Причем еще тогда они не знали, что немцы будут расстреливать евреев. Не знали. Он бежал просто как начальник, а не как евреи. А родители остались все. Все дяди, тети мои. Они все остались. Все погибли. Дошли они с его другом до Березины. И там нужно было решить перебираться на ту сторону или оставаться. И вот они разделились. Его друг перебрался через Березину. Отец остался. И встретились они лет... Ну, сколько? Это был 1941 год. А встретились они в 1990 году в Израиле. Ну, и буквально через несколько дней, конечно, его арестовали. И попал он в лагерь в Минске. И какое-то время он пробыл в этом лагере. Как остался жив, тоже удивительная история. Срочно нужна была операция. Там какому-то немцу что-то такое произошло. И искали врача. И он не был хирургом. Но, тем не менее, он там удачно сделал перебираться. И поэтому, наверное, его оставили в живых. И переправили в Лицкое гетто. И там он был до 43-го. На начало 43-го года. Вот. А мама в гетто Вилинское попала сразу. В гетто пришли партизаны. Нужен был врач. И когда пришли партизаны за отцом, он сказал, без нее не пойду. И так они... Она медсестрой в него работала. Обратила внимание на такую вещь. Вот как раз... Вот, опять-таки, не помню, прошлое. Это был год или позапрошлый. Когда мы прошли подравлять с днем рождения. Все вроде... Вот мы только что стояли там в коридоре общались. Все вроде возрослевшие. И вроде совершенно другие. Вот. А к нему приходим. Мы вот все те же школьники. Какой-то такой страх перед учителем. И... И... Совершенно все становятся прежними. Здравствуйте. Пришли, как-то неудобно себя чувствовали. Он говорит, ну, ходите, что ли. Или как-то... Ну, не помню точно. Мы всегда вам дарим разные подарки. И в этом году мы решили подарить что-нибудь, чтобы связано было бы с геометрией, что напоминало бы нам о том, о наших приказных формах, о тех приказных формах, которые нам давали. И поэтому... Мы вот пришли вам подарить... Это... Две гравюры, смотрите, тысячи семьсот... У меня просто вот эти вот отношения прежние все равно возвращаются. Даже если людям кажется, что они очень сильно изменились. Спасибо. Спасибо. Садитесь, мы сейчас... Чай пить. Ну, а что про остальных, что вы расскажете? Кому известно, что... Вот сегодня она собиралась прийти, но она играет сегодня. У нее сегодня концерт. Но она, я знаю, ездит по всему днюю и играет. Да. Но она, вроде бы, уже заканчивается в консерватории и начинает экспертацию в консерватории. Там очень смешно, как у них все. Я читал, что я знаю, что он учился в Минске. Насколько я понимаю, он хотел заниматься наукой. Но в силу довольно понятных причин ему это не удалось. И то, что его отправили в школу, насколько я понимаю, для него было, в общем-то, не самым приятным впечатлением в жизни. Но вот тем не менее, как можно заметить, как учителем, что здесь состоялся. Я тут представить себе не мог, что я буду учителем. Это вообще считалось у нас как-то... Распределиться в школу – это, так сказать, самый плохой вариант, который только мог быть. В школу отправляли, во-первых, тех, кто плохо учился. Средний балл был довольно низкий. Ну и таких вот, как я, тоже отправляли в школу. После 1967 года это был всплеск антисемитизма в Беларуси. И поэтому об аспарантуре даже нечего было не читать. Он... За письменную работу ему что-то плохое поставили. А на пелляции, когда он сказал, как за что... Ну, вы не обосновали, что в равносторонних угольнике углы по 60 градусов. Он всего только душу всем известный. Ему сказали, а вот есть лапники-племена, кто на этом не знает. Да, конечно. А Грома Смоленский, ну да, уехал там после этого. Вот такой, 1977 год в Русско. Такой один из самых выдавивающихся. А потом это неожиданно все так же исчезло. Мгновенно. Вот в 88-й или, что Соня говорит, 89-й год, когда просто брали всех подряд, даже тех, кого не нужно подобрать. Пожалуйста, все пути открыли. А что, там, экзаменаторов всех этих уволили, те же самые недели? Ты не перестанешь вставать задачи. Ну, изменилась полностью обстановка, и все. А я поступал по Олимпиаде. И тогда это был... Там очень четкий раздел. До 67-го года и после 67-го года. До 67-го, во всяком случае, в Минский университет, ну, сравнительно легко было поступить. Тем более по Олимпиаде у меня было там... Я был победителем Олимпиады какой-то специальной, которая проводилась до поступления. И, конечно, я совершенно легко поступил. После 67-го уже было не очень просто. И распределение у меня было, естественно, после 67-го года, поэтому в Министерство просвещения отправили. Идиоты! Рубили сук, на котором... Ну, работал бы где-нибудь там программистом, никого не трогал, ни на кого бы не влиялось. А тут отправили в школу. К детям, пожалуйста, говори, что хочешь. Ну, ладно. Да, ну, ладно. То есть там реально... И даже нет, я причем всерьез. Весь такие люди... Нет, ну, вы понимаете, ну, конечно, конечно, в абстрактной ситуации это не очень допустимо. Но, понимаете, тут же была конкретная ситуация, потому что все евреи пригожали в Израиль. Понимаете, не было особенной цели учить. Да, ну, реально. Зачем учить специалистов, которые... У меня, видите, в Советском Союзе обзанимал бесплатно, и поэтому вот... Но с ограничениями. Не для всех. Оно было бесплатно, но не для всех. Нет, комментарии реально вращения. Я приехал в Москву, стал искать работу, и мои родственники познакомили меня с Александром Сминовичем Кронродом. Это математик, очень известный к тому времени, конечно, тогда уже. И он занимался математическими классами. Пытался меня устроить куда-то программистом. Но не получалось. Не получалось. Я ездил каждое утро к нему на работу. Он отправлял меня в какие-то места, звонил, договаривался. Я туда ездил, со мной разговаривали, все было хорошо, но в конце он мне говорил, что вот, к сожалению, не можем, не можем. И когда оставалось... А я очень боялся того, что прервется мой стаж, тогда это мне казалось, что очень все серьезно было. Месяц. В течение месяца я должен был устроиться на работу. И я в какой-то момент сказал, а вот можно ли в школу? Я уже видел, что не получится. С программистами ничего не выйдет. Он так насторожился. Он сказал, ну, это гораздо сложнее все. Я не могу вас так рекомендовать. Я должен у вас принять экзамен. Я вас не знаю. Ну, в общем, я сдавал экзамен. Несколько дней ездил к нему, решал задачки всякие. Вот. После этого он сказал, что он меня рекомендует. И рекомендация состояла в том, что он мне дал телефон 146-21-38 Николая Николаевича. Я ему позвонил. Мы с ним встретились. И Николай Николаевич отвел меня в 179-ю школу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот он стал у нас работать, все было хорошо. Но, вот я говорю, была такая зависть, я так это понимаю, со стороны Завуча по математике. Она относилась к нему подозрительно. Не потому, что он был плохой учитель или что-нибудь такое. Но просто вот понимала, что вот тут она была как бы главным математиком. А пришел человек, который явно сильнее ее. Часов у него было мало. И он взял какие-то часы в 57-й школе. А там изо всех сил стали его перетягивать в 57-ю школу. Каким способом перетягивать? Очень простым. Ему сделали очень удобное расписание. А здесь у него расписание было неудобное. Первый год был очень тяжелый. Эта работа в 179-й школе очень тяжелая была. Мне казалось, что я не на своем месте. У меня никакой дисциплины не было. Никто меня не слушал. Никто мне вообще внимания не обращал. Ужасно было тяжело первое время. Наверное, после того, как я пришел сюда. Вот здесь с первых минут, с первого урока, когда я пришел в этот седьмой класс. Это выпуск с 77-го года. Вот там, где был Рома Смоленский, Мавик Спираковский. Вот эти вот дети. Я не знаю, что-то такое подействовало. Сразу, мгновенно. И вот с этого момента, как мне сейчас кажется, так более-менее все хорошо и сложилось. А до этого было очень тяжело. Они его глубоко уважали. Давайте я скажу так. Точно так же, как он уважал их. А дети это чувствуют. Дети чувствуют. Был какой-то вечер и так далее. Меня пригласили. И я сказала, Рафаэл Калныш – это стомб, на котором держится школа. Понимаете? Это тот учитель математики. Дай бог, что каждому, понимаете ли, быть таким человеком и таким учителем. Вот все. Да, мы с ним работаем параллельно. Если мы работаем в одном классе, обычно я говорю, азбер он геометрием. Потому что, ну, Рафаэл Калныш – великий геометр, наверное, он знает геометрию. Ну, наверное, лучше всех, по крайней мере, в этом городе. И при нем, работать с ним в одном классе, вести геометрию было бы как-то совсем странно. Рафаэл Калныш – вот все свои, знаешь, как уж, 40 лет трудовой жизни провел в этом кабинете. И он с ним ассоциируется. У всех, у кого он учился. Вот геометр Рафаэл Калныш. Я как сидел у него на руке год назад сзади, и тут он какому-то мальчику строго говорит, «Петя!» Сидел тут. Я прям вздрогнул. Сидел сзади. Меня спрашивают, надо что-то быстро говорить. Нет, я был в теме. Я вообще понимал, что происходит. Какие-то, я помню, подпольные фотографии циркулировали Рафаэла Калныча в молодости. Вообще, я помню, что для меня было некоторым открытием, когда я узнал, что вот Рафаэл Калныч раньше вел классы математического анализа, ходил даже в походы там с детьми, на гитаре играл. Это было все очень удивительно, потому что никак не вязалось его образом. Ну, по крайней мере, тем, которые мы себе представляли. Ну, день рождения нашего класса был с Рафаэл Калнычем. Мы выходили в лес. Очень смешно было. Мы шли в лес, а Рафаэл Калныч шел в пиджаке. То есть мы так пришли к кастуну, там снял пиджак, повесил он какой-то сучок. Мы играли в падминтон. Рафаэл Калныч играл в падминтон тоже с кем-то. Пел на гитаре у костра. Ну, до этого он больше участвовал, но чем больше уроков и прочих дел приходилось заниматься, книжки издавать, тем меньше времени оставалось на все остальное. По поводу Рафаэл Калныча, да? Это интеллигент высшей марки. По-настоящему интеллигент. Другие могут быть просто культурные люди, давайте так я скажу. А интеллигент, он один. Он никогда не повышает голоса. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Он стал называть учеников, все вылупили глаза на самое это дело, на вы. Он очень осторожно, я бы сказала, относился к детям. Я единственный раз помню, когда он... Не то, что вышел из себя, а вот небольшой элемент отношения не как к взрослым, а как к детям. Когда мы в один день умудрились вывести учительницу из себя на одном уроке, на следующем уроке мы умудрились во время перемены так громко орать, что пришла какая-то учительница из других классов. И плюс мы в этот же день сломали доску, которая у него провисела 15 лет до нас, безо всяких потерь. И вот в этот день он при мне одному товарищу из класса, который как раз был громче всех во время той перемены, погрозил кулаком. Больше он никогда так не проявлял никаких таких... Ну, не опускался до того, чтобы кричать, ну что это, это же. Я не помню, началось ли это с какого-то полного позора нашего класса в визуальной музыке, или какого-то толчка не было. Я помню, как Рафаэл Каныч, практически ничего не говоря, раздал всем диски, болванки, сиденья, на которых было написано «Первый В». Дальше он прочел такую короткую лекцию. Он вообще очень мало каких-то внеклассной активности с нами начинал. Я помню, что когда у нас был какой-то первый сентября урок, который должен был быть посвящен какому-то историческому событию, Рафаэл Каныч сказал что-то вроде «Ну, об этом можно прочитать в книжках, а сейчас мы начинаем заниматься математикой». Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в основном у меня школьная работа, с нами, конечно, занимались преподаватели математера. Но он, вот то, что я говорила, водил нас на концерты. И в Доме музыки я первый раз была благодаря ему. И всякие музыкальные угадайте он нам устраивал. В общем, это мне очень нравилось. Потому что, несмотря на старательное обучение в музыкальной школе, я не так много, я не проходила музыку, литературу из Альфеджио, и не так много музыки знала. А он выдавал нам эти кассеты. И нельзя было пользоваться помощью профессионалов. У меня мама музыковед. И мы с бабушкой сидели. И что-то иногда бывает, музыка знакомая, все на слуху. И не знаем. И мы в маминых партитурах копались. И у кого-то еще бабушка обзванивала каких-то родственников, знакомых. Я еще у кого-то спрашивала. В результате почти все отгадывали, но это было очень интересно. Рафаэл Каунч именно привил желание разбираться в классической музыке, разбираться в отдельных композиторах. Когда ты просто хочешь не два-три, не две-три композиции знать, а послушать много чего, но для этого нужно все-таки иметь вот эту базу. И мне кажется, что Рафаэл Каунч старался прививать это. Ну, нехорошо, если человек не слушает музыку. Настоящую, конечно. А привыкать нужно с детства, потом это уже не очень легко. Они здесь привыкляют, они и сейчас ходят, вот эти мои выпускники. Они как-то собираются, у них куда-то ходят на концерты. Да, часто водил. Ну, с дисками это как больше такое было мероприятие, чтобы большой пласт учеников привлечь. Я точно не знаю, честно говоря, сколько человек отгадывало. С концертами там больше было... Ну, туда объективно, наверное, меньше половины класса ходило. Но Рафаэл Каунч всегда предлагал билеты, предлагал главные рекомендации, что вот-вот-вот сюда надо пойти, это очень интересно, очень хорошо играет. И в Дом музыки... Я помню, был какой-то момент, я не знаю, если я там рассказываю какие-то секреты, но был такой момент, когда в Дом музыки, вот это ММДМ, можно было пройти, просто сказав, что я ученик 57-й школы. Я ученик 57-й школы, и проходили мимо билетеров. Да, все очень просто. Одно время мой сын-то обработал. Ну, мы там договорились с местной администрацией, директор написал письмо, что он там бросит, либо бесплатно, либо... Тогда было такое и в консерватории, и в филармонии такое было, что какие-то... Были бесплатные билеты тоже, потому что мест довольно много свободных было, поэтому вот на эти места нас пропускали. Научился в музыкальной школе, как все, два разобросал. Это довольно стандартная такая ситуация. Вот. В студенческие годы увлекся то, что сейчас называют поп-музыкой, там, Битлз, потому что это же все было, так сказать, на наших глазах. Вот. Каждой новой песней мы это слушали, записывали, фоны, пластинки, все это, и из-за этого очень много времени потерял. Нет, пластическую музыку, конечно, и до этого тоже слушал, и в школе слушал. Вот. И мне это, конечно, очень нравилось. И... Когда приехал в Москву, тоже покупал пластинки. После школы каждый раз шел... Как это называлось? Как же называться? Мелодия, по-моему, на Калининском проспекте. Да. Там все, что можно было, все, что появлялось. Да. Ну, в общем, в музыкальной школе был замечательный, замечательный преподаватель муз-литературы. Вот. Леонид Николаевич Дудышко. И... Просто мы слушали музыку, и он там что-то комментировал. Это было очень интересно. Вот я там, может быть, впервые к этому прикоснулся. Потому что то, что я играл, это, конечно, музыкой особенно назвать нельзя было. Вот. Но... Вот. Но это было очень интересно. Вот это я вспоминаю с удовольствием. Может быть, с этого себе началось. Может быть. Ну, скорее, в какой-то момент, вот, я могу сказать по себе, человек оказывается перед некоторым достаточно болезненным выбором. Да, вот. Ты вот должен или быть с детьми и вот жить здесь, или должен заниматься наукой. В какой-то момент, вот, в качестве основной профессиональной деятельности совмещать и становится невозможным. случаясь у школьных учителей, без сомнения, каждый из них имел возможность уйти и туда, и туда. Человек делает такой выбор. Это очень непросто, потому что, ну, всегда кажется, что вот наука это такой вот большой-высокий, а тут вот школьный учитель. И... Ну, это тяжело, это такой внутренний выбор человека. У многих он был, и немногие здесь остались. И... И всегда у человека, я думаю, до любого возраста возникает. Ну, не то, что сомнения в правильности решения, а некоторая такая жалость об утраченной науке. О чем-то таком тебе родном, близком, и которым хотел бы заниматься. Так что, это так, тонкий, тяжелый момент. Ну, я считаю, что повезло. Ну, что... Ну, вот как-то так получилось, что повезло. Ведь, ну, мог бы и не стать, ну, там распределили бы меня в какой-нибудь вычислительный центр, что считалось очень хорошо. Ну, и работал бы программистом, таким средним, конечно. ну, что-то умеет, что-то бы делал, чему-то бы научился. Вот. А ведь против моей воли все это произошло. И, ну, действительно, очень не хотел. Несмотря на то, что 179-й так мне было неуютно, все равно повезло, что я попал туда, а не в какую-то другую, там, ни в вечеру, ни в школу, в которой, например, меня чаще пыталось устроить по соседству с домом. Соблюдать требования правил пожара. Субтитры создавал DimaTorzok по крайней мере, как учитель, он сделал очень много таких вещей, которые уже многие учителя воспринимают как большое достижение. Вот этот список геометрических задач там у него есть, которые он давал. Значит, это как-то все пользуются этими списками геометрических задач. То есть он вообще воспринимается сейчас вот учительским сообществом математиков, воспринимается как учитель выдающийся. «Браво!» «Браво!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...